Особое мнение на 101FM И в дневном развороте тоже Нескольких наших постоянных экспертов Опросили на предмет того Насколько мягкими или суровыми В их глазах выглядят Те сроки, которые назначены Людям признанным виновными Это напомню Дмитрий Никулин Олег Чичибабин, Александр Рыболовлев И Анатолий Ганьба От 3 до 3,7 лет лишения свободы В колонии общего режима Они получили Как люди, которые оступились Приступили закон первый раз Да, были смягчающие обстоятельства В том числе сотрудничали со следствием Я вас, Олег, как член Общественной наблюдательной комиссии Сначала хотела бы спросить Вы как считаете? Приговоры слишком суровы? Неоправданно суровы? Или приговоры неоправданно мягкие? Ну, мне сложно судить О мягкости или жесткости приговора То есть это все-таки решает суд То есть здесь я бы воздержался То есть мне кажется, что там Любые люди, даже нелюбимые люди Обществом имеют право на какие-то снисхождения Ну, не в том смысле снисхождения, что поблажки А в том смысле, что на гуманные отношения То есть если люди действительно имеют Какие-то смягчающие обстоятельства Обстоятельства, позволяющие назначить Не очень суровые наказания То это должно быть сделано Я правильно понимаю вас? Да Я думаю, что все люди имеют право На более мягкие приговоры То есть не только эта компания Но вообще все люди, которые проходят через жернова Нашей правоохранительной системой Имеют право на более мягкие приговоры Потому что колония это такое место, где Не курорт Не курорт, но это такая школа Школа преступности А, то есть подождите, она исправлять людей должна Это же исправительные учреждения Но на самом деле не так На самом деле подавляющее большинство людей Прошедшие через этот институт Возвращаются потом обратно Туда же? Туда же То есть они выходят, снова приступает закон И снова оказываются там же То есть это и общая психологическая атмосфера И тот контингент, с которым приходится общаться То есть сознание Там даже если люди как-то случайно там оступились Или вообще были невиновны Что тоже бывает Но были осуждены По выходе из этих учреждений Шансов там строиться Ну, они есть, конечно Все зависит от человека Но на самом деле Это не способствует Но ему сложнее, я правильно понимаю Ему сложнее будет найти работу достойную После этого Он не сможет зарабатывать Честно зарабатывать хорошие деньги И гасить тот ущерб, который причинил В блоге Никиты Юрьевича Белых Который сейчас пишет То есть у него есть замечательные мысли По поводу того, что Кюремный жаргон Вообще философия И мировоззрение сидельцев Она помимо своей воли Она втравляется в человека То есть это мироощущение Человека сидящего Оно Входит в человека Даже помимо его воли Даже если он Желает Этому противостоять То есть невозможно сопротивляться То есть окружающая среда Она все равно влияет Окружающая среда Формирует образ мысли Людей под себя И какими они выйдут На волю После всего То есть Сложно прогнозировать Подождите, Олег То есть это касается Не только тех Исправительных учреждений Где содержатся Скажем так Матерые уголовники Это касается Исправительных учреждений Общего режима Да, конечно Которым приговорили Да То есть А правильно я понимаю Что Вот все четверо Проговоренных Они не окажутся В одном месте Вместе Нет, они Не окажутся В одном месте Потому что Это прямо запрещено Законом То есть Фигуранты По одному Уголовному делу Не могут находиться В одном учреждении То есть Вне зависимости от того В одном они отряде В разных Вообще никак Они не должны Оказаться в одном Учреждении То есть они должны Быть в разных Их четверо То есть Это как минимум четыре разных исправительных учреждения. Это территория Кировской области или отправят, наоборот, в другой регион, чтобы не было возможности как-то влиять на руководство? Те люди, которые первый раз совершили преступление, их обычно по общему правилу направляют поближе к дому. К родным? В родном регионе. С чем это связано? Это связано с тем, что для социализации полагается иметь связь с родственниками, чтобы родственники, родные имели возможность доехать на свидание, краткосрочное, длительное свидание, то есть поддерживать связь с родными. Это правильно. Однако из этого правила есть исключение, когда фигуранты достаточно резонансные и владеют какими-то ресурсами в определенном регионе. С тем, чтобы не организовали за счет своего влияния каких-то особых условий содержания, их могут распределить за пределы региона. В ситуации, когда, ну вот как в этом случае, да, осужденные, это в чем-то чиновники там, да, кто-то чиновники, кто-то руководители, работники муниципального предприятия. Есть какие-то там особенные учреждения, куда направляют этих людей? Ну то есть, не знаю, они, может быть, тайны какие-то знают, там, государственные или муниципальные? Законом предусматривается особый статус исправительных учреждений для бывших сотрудников правоохранительных органов. Только для них, для чиновников нет? Нет. То есть, если кто-то из фигурантов там ранее работал в правоохранительных органах, МВД, ФСБ, там, другие правоохранительные органы, то их должны направить в колонию, где режим для бывших сотрудников. У нас на территории Кировской области, например, это ИК-5 в Кирово-Чепецке. А в Кирове вообще, в Кировской области, в нашем регионе, колоний там и исправительных учреждений общего режима, их много или нет? Ну, если мы говорим о том, что они предпочтительно все должны остаться в Кировской области, у нас хватит мест, чтобы всех разместить? Мест у нас хватит. Мест у нас хватит. Да, новое решение будет приниматься в СИН России. То есть, насколько я понимаю, это даже не в Кировской области решение будет приниматься, с учетом многих факторов. Понятно. То есть, может быть, окажется так, что и не здесь. Но там еще вопрос, вот мы говорили про то, где могут отбывать наказания сотрудники государственных, муниципальных органов власти и бывшие сотрудники силовых каких-то структур. Если я верно понимаю, то служба в армии, например, в пограничных войсках, она приравнивается к работе в органах ФСБ, да? Да, да. То есть, погранвойска считаются войсками ФСБ, и это считается сотрудниками правоохранительных органов. И также там внутренние войска, те, которые подчинены МВД. То есть, бывших сотрудников, которые просто служили на срочной службе во внутренних войсках или в погранвойсках, достаточно много. Находится в той же там ИК-5 Кировской области. Понятно. И я напоминаю тоже, да, нашим слушателям, что те приговоры, которые были вынесены, это пока еще не вступившие в силу приговоры, потому что на этой неделе адвокаты будут связываться со своими подзащитными, и, возможно, решение будет опротестовано. Но протестовать решение суда может и прокуратура, да, то есть сторона обвинения. Может быть, еще что-то изменится. И все это время, пока есть возможность подачи апелляции, если она будет подана до нового рассмотрения, будут люди содержаться в следственном изоляторе, как я понимаю, да, потому что мера пресечения теперь у них связана уже, да, с действительным ограничением свободы. Но в следственном изоляторе есть, ну, не то чтобы поблажка, да, но там, я так понимаю, пребывание в следственном изоляторе засчитывается день за полтора, да. То есть чем дольше они в следственном изоляторе, тем короче срок получается в итоге. Ну, тут по-разному можно оценивать, что лучше, находиться в следственном изоляторе или находиться там уже в колонии. То есть некоторые люди предпочитают там находиться именно в следственном изоляторе, но многие сидельцы предпочитают находиться именно в колонии, в отряде. Там проще? Там свободнее? Проще, свободнее. Если можно так сказать. То есть люди... То есть можно передвигаться по территории, тем более на общем режиме. То есть можно там общаться с кучей народа. То есть какая-то социальная жизнь. А много свиданий? Свидания, часто свидания, то есть... Свидания, ну, по правилам внутреннего распорядка, то есть люди имеют право на свидания, на длительные, на краткосрочные. То есть в среднем где-то там раз в три месяца можно там претендовать. На там длительные свидания с родными. Краткосрочные свидания могут быть организованы там не только с родственниками, то есть могут приезжать люди в гости, там поговорить. То есть друзья могут приезжать? Мы про это говорим. Да, да. Хорошо. Ну, в общем, ждем тогда, получается, окончательного все-таки решения по срокам. Я напомню, пока это от трех до трех и семи лет лишения свободы. Разные сроки у разных фигурантов. Олег Ткачев в нашей студии, член Общественной палаты Кировской области. Сделаем сейчас небольшой перерыв и вернемся в студию. Продолжаем программу с Олегом Ткачевым, членом Общественной палаты Кировской области, членом Общественной наблюдательной комиссии. Еще одна новость в прошлой неделе, новость тоже связанная с судебным рассмотрением, но, слава богу, немножко другого порядка это было рассмотрение. Конституционный суд в Петербурге признал, что дети жертв репрессий имеют право на жилье в том месте, где жили их родители. 10 декабря об этом сообщалось на сайте Конституционного суда. Заявителями по делу, по которому было принято решение, выступили пенсионерки. Их трое из Владимирской области, Республики Коми и Кировской области Алиса Мейснер. Собственно, как сообщает газета «Коммерсант», родители всех троих до 30-х годов жили в Москве. После их репрессировали, дети родились уже в ссылке. По мнению заявителей, существующие региональные законы Москвы поставили препятствие для получения квартиры там, где родились их родители. То есть я правильно понимаю, что до момента, вот сейчас, до принятия решения Конституционным судом, все люди, которых так или иначе высылали, не только из Москвы, я так понимаю, может быть, и из других регионов тоже, не могли обращаться за предоставлением недвижимости в своем регионе, в том, в котором жили родители. — Ну, вы знаете, обращаться, наверное, могли, потому что обращения у нас разрешены. Вопрос в том, что это не было никак урегулировано, не было такого громкого постановления Конституционного суда. — Так. — Я приветствую... — То есть заявление могли писать, но не факт, что получили бы что-то. — Ну, заявление, обращение у нас может писать кто угодно по какому угодно поводу. Вопрос в том, что реальность получения какого-то внятного ответа по заявлению. — Если сейчас есть такое постановление Конституционного суда, оно очень интересно, потому что к его исполнению действительно ничего не готово. — А оно обязательно, это решение Конституционного суда для исполнения, или нет? Или могут найтись какие-то лазейки? Ну, вот тут в данном случае речь идет о Москве. Олег, да, я прошу прощения, сразу же просто слушателям надо пояснить, да. Речь идет о недвижимости в Москве. Недвижимость в Москве стоит денег, и немалых. — Я думаю, что для того, чтобы все это исполнить, необходимо, основываясь на вот этом постановлении Конституционного суда, обращаться в правительство Москвы, в Московскую думу, с тем, чтобы они меняли свое законодательство. И нашли возможность и в бюджете субъекта Федерации предусмотреть для подобных случаев... — Ну, некую сумму заложить. — Некую сумму, да, на выполнение. Но если это произойдет, понятно, что там они будут завалены подобными заявлениями. Там, я не знаю, как они это будут решать. — Ну, потому что вот пока по действующему московскому закону для попадания в очередь нуждающихся в жилье, детям репрессированных нужно считаться неимущими, не иметь собственного жилья, проживать в столице не менее 10 лет, что вот в этом случае 3 человека, да. Владимирская область, Республика Коми, Кировская область нереальна. — Это постановление всего лишь такой повод для дальнейшей кропотливой работы юристов. И понятно, что прямо вот эти граждане в этом сезоне не заедут ни в какие новые квартиры. — Может, и заедут. Мы же не знаем, может быть, власти Москвы. Хотя, с другой стороны, они, судя по вашим словам, не заинтересованы в том, чтобы быстро предоставить им жилье, потому что будут завалены искры. — Если им правительство Москвы сделает просто подарок, помимо всех своих правил просто подарит там жилье, но общих правил пока нет, они не разработаны, и это поле для деятельности юристов, поле для внесения законодательных инициатив и лоббирования интересов, в том числе и этой группы людей. — Право на недвижимость признал за потомками репрессированных Конституционный суд. Ну, ждем тогда, как будет развиваться эта история, потому что сами заявители говорят, что для них важно было не улучшить свои жилищные условия, хотя у кого-то они, мягко говоря, не соответствуют нормальному таким. Ну, в частности, вот рассказывали про заявительницу из Владимирской области, да, там как-то все прям, ну, очень грустно, то есть там какие-то практически развалюшки-хибарки, да. Вот. Не улучшить жилищные условия, а восстановить справедливость. Но Олег совершенно правильно отмечает, что в случае, если восстановлена будет справедливость в этой ситуации, огромное количество желающих появится. Ну, потому что решение Конституционного суда, ну, в некотором смысле, все-таки обязательно к исполнению региональными властями. — У нас было сослано и репрессировано очень много людей там за все эти годы. Вот. И в таком случае практически все они имеют право там претендовать на жилье там рядом с тем местом, где жили их там родители. — Ну, условно говоря, из Кировской области, если высылали, например, кого-то там, да, в 30-е годы было много, в том числе и крестьянских хозяйств, извините, да. — Ну, наоборот даже. В Кировскую область. — И в Кировскую область присылали, да. — У нас половина Кировской области отстроена за счет сосланных людей. — Ну, и из Кировской области тоже высылали. То есть эти люди могут и сюда тоже приехать и, собственно говоря, там, да, какие-то права на жилье заявить. Какие-то права на жилье заявить. Олег Ткачев, в нашей студии мы продолжаем. Ну, сейчас все-таки к кировским темам еще обратимся, потом уже на федеральную такую повестку перейдем. Еще одна важная такая тема, связанная с детскими садами, с нехваткой мест в детских садах. На прошлой неделе было объявлено, что в нашем городе появится специальный детский сад для детей-врачей и учителей. Его хотят открыть в следующем году. В учреждении будет 230 мест. Район пока не определен, где будет построен садик. И вообще, будет ли он построен или будет как-то перепрофилирован, об этом тоже не сообщается. Эти вопросы сейчас прорабатываются. Ну, и известно, что при раздаче путевок в этот детский сад собираются учитывать принцип пешей доступности. Я, честно говоря, не знаю, как это удастся, потому что врачи и учителя в Кировской области, они не селятся компактно в каком-то одном районе. Они все равно где-то располагаются там. Кто-то, извините, живет на Филейке, а кто-то живет на Авиацке. И где будет этот детский сад, чтобы до него можно было из каждого района города дойти пешком, я не знаю. Ну, возможно, имеется в виду, что в этот детский сад пойдут те, кому удобнее все-таки. Не знаю, с чем связано это решение. Возможно, с тем, что дети, врачи и учителя, это дети бюджетников, да, и они в некотором смысле имеют, как я понимаю, право на льготы, на льготные там, да, первоочередное поступление в детские сады или нет? Ну, в этом решении тут два решения. Да. Во-первых, это вот то самое решение о первоочередном праве бюджетников вести своих детей в детский сад, как можно раньше. Вот это можно только приветствовать. И второе, это о выделении отдельного учреждения для этих целей. Вот второе решение, оно логистически непонятно, абсурдно и больше запутает, чем расправит ситуацию. Но на самом деле, как бы действительно непонятно, если детям врачей, учителей из Нововятска предложат детский сад в поселке Бахта, то совершенно и скажут, ну, вам же вот предложили. Это ваш отдельный детский сад, специально для вас. Да, специально для вас. Мы выполнили свою обязанность, мы вам предложили. Вот и больше не претендуйте в шаговой доступности. То, ну, непонятно. То есть на самом деле это может породить дополнительные конфликты, непонимание и бюрократическую неразбериху. Кто кому что должен и должен ли вообще, если государство, органы исполнительной власти свою обязанность вроде как бы выполнили, но вот таким вот образом. На самом деле, мне кажется, что строить дополнительный детский сад надо и не один. А вот по поводу приписки конкретной социальной группы людей к конкретному учреждению, вот это очень спорный момент. То есть все-таки... Вы знаете, у нас, допустим, Городская дума проголосовала, и у нас действует решение о первоочередном праве работников правоохранительных органов, там, прокуроров и судей, то есть тоже... На льготную очередь, да, условно? Такое же первоочередное право поступления в детский сад. Что-то я не слышал, чтобы для прокурорских, милицейских и судейских детей, там, делали отдельное учреждение где-то там в каком-то отдельном месте. Мне-то кажется, здесь даже больше такая мера поддержки, что ли, для родителей, для учителей, для врачей. Я не знаю, конечно, каковы сейчас зарплаты, да. Очень сложно судить, потому что, судя по отчетам властей, все прекрасно и замечательно и у медиков, и у педагогов, да. А судя по тому, что сами люди говорят, которые нам в эфир звонят, все не так замечательно, да, как выглядит. Может быть, это просто мера поддержки, потому что тему детских садов мы обсуждали, и было такое мнение, что, в общем-то, ну, как бы, судьи и сотрудники правоохранительных органов в самом крайнем случае могут себе позволить и платный детский сад, если уж совсем там у них не получается, да, и ребенка надо все-таки куда-то сдать на день. Ну, в постановлении Городской Думы, да, там, черным по белому, написано там первоочередное право. За ними. Да, за ними. И при обращении этой категории граждан в детские сады, то есть их заявки рассматриваются и по месту жительства, где им удобнее, там, да, они идут... Все остальные заявки рассматриваются уже там... В порядке общей очереди. В порядке общей очереди. Сейчас подобным первоочередным правом наделили детей врачей и учителей. Вот. И мне кажется, что порядок должен быть аналогичным. Понятно. То есть сначала все-таки выбираем, а потом уже думаем. Ну, и вот, видимо, этот детский сад все-таки такая будет, не знаю, там, запасная площадка, что ли. Ну, мне кажется, что это такая вот... О выделении конкретного учреждения по вот эту социальную категорию это такой просто популистский шаг, потому что по факту будет все равно как обычно. То есть это будет просто детский сад, куда местные жители будут писать заявление и по принципу там шаговой доступности, там, близости будут записываться. То есть мне кажется, что это будет именно так. Приоритет там именно детей, врачей и учителей, он размажется, потому что не так много врачей и учителей там рядом с этим конкретным местом и, скорее всего, врачам и учителям удобнее своих детей водить в другие детские сады, там, на территории. Где-то ближе, где-то ближе к дому. Где-то ближе к дому. И в итоге все будет ровным слоем, точно так же, как сейчас. Просто добавится одно учреждение, может быть, на нем будет какая-то особая вывеска висеть. Но по факту все будет точно так же. Не будет он работать исключительно, да, для таких категорий родителей, как врачи и учителя. Говорит Олег Ткачев. Мы сейчас делаем перерыв на рекламу, вернемся через полторы минуты. Особое мнение. На 101FM. Олег Ткачев в нашей студии, член общественной палаты Кировской области. Мы продолжаем особое мнение Олега Ткачева выслушивать. Мы сейчас переходим к федеральной повестке. На самом деле можно рассматривать ее и как региональную, эту новость, которая в прошлый четверг с пометкой «Срочно» попала в ленты. В том числе с пометкой «Срочно» эту новость сообщала РИА Новости, что для меня, например, было очень показательным. Депутаты Государственной думы в третьем чтении одобрили законопроект о возвращении зон для курения в аэропорты. Сообщается на сайте Нижней палаты парламента одно из основных условий. Курительные комнаты должны быть размещены так, чтобы из других помещений не было видно курильщиков. И будут располагаться они в аэропортах в транзитных зонах, то есть в том месте аэропорта, где, собственно, делают пересадку, как я понимаю, пассажиры, летящие через аэропорт из одной стороны в другую, не выходящие. И не ожидающие вылета, например, внутри России куда-то по российскому маршруту. Почему это важно? Это важно, на самом деле, не только для курильщиков. Как мне кажется, это важно в том числе и в первую очередь для некурящих людей, потому что, учитывая отсутствие подобных помещений, периодически мы наблюдали нарушения закона, когда курильщики забирались в туалет еще куда-то. В частности, Юлия Афанасьевна, наша коллега, писала об этом как-то, о том, что невозможно зайти в туалет, можно повесить топор, а туда заходят, извините, пожалуйста, люди с детьми. И в таком случае о чем мы можем говорить? И можем ли мы говорить о защите людей от табачного дыма, если они не изолированы, на самом деле? Ну, собственно говоря, мне кажется, что тут такая штука произошла. То есть люди проводят в транзитных зонах достаточно много времени. А выйти не могут от этого. И курильщики знают, что если не курить несколько часов, то человек становится очень сильно раздражительный, его начинает все бесить. Если он пытается куда-то выйти на улицу, он может опоздать на рейс. То есть это дополнительные проблемы там и служащим аэропорта, ну, может быть, чтобы успокоить этих людей, дать им наконец-то возможность. То есть здесь вопрос не в том, что решили позаботиться и сделать комфортной жизни. Ну, мне не верится, что... То есть это не для граждан предназначено? Да. Мне кажется, ну, вот у меня такое скептическое мнение, что... То есть это больше для аэропортов, для их сотрудников? Да. Так спокойнее. Зачем им толпа раздраженных людей, которые куда-то все время порываются выйти или нарушить правила? Вот проще и дешевле сделать уже какую-то маленькую там комнату с вентиляцией, там пусть она будет закрытая, и наконец-то уже вся эта толпа успокоится, перестанут ломиться в закрытые двери, перестанут нарушать порядок, перестанут досаждать там некурящим людям. И перестанут увеличивать очереди на досмотры, да? Да. Через которые мы все в наши российские аэропорты проходим. То есть это достаточно такое прагматичное решение, которое можно только приветствовать. И уж в качестве просто дополнительного эффекта, да, все-таки появится комфорт для всех людей, и для курящих, и для некурящих. Можем ли мы рассматривать это как первый шаг к тому, что вернутся, например, какие-то возможности для курильщиков в поездах дальнего следования? Я сомневаюсь, что это как-то связано. То есть в аэропортах более сложная система безопасности, и вот все вот эти вот хождения туда-сюда, там через систему безопасности. Через рамки? Там через рамки, вот это такой, ну, очень сильный фактор. А по поездам там и остановки есть, и, ну, то есть не так проблема актуальна, вот хотя актуально... Хотя нарушители закона там тоже есть, нарушители есть, которые между вагонами курят, а потом весь вагон в туалетах. Извините, это вдыхает. Да, да. Но в поездах сложнее организовать там планировали, когда придумывали этот закон об ограничении... Воздействие табачного дыма, да. Обещали сделать отдельные вагоны, отдельные какие-то зоны там для курения, то есть сходи в конец поезда, в специальную комнату, покури там где-то в одном вагоне, вот такое обещали. Но не сделали. Но не сделали. Дойдет ли до этого? Ну, мне как-то сомнительно. То есть вот это решение точно не повлияет на ситуацию в поездах с курением, правильно? Ну... То есть аэропорты отдельно, поезда отдельно. Или может стать... Аэропорты отдельно, поезда отдельно. То есть вряд ли это повлияет, вот это решение. Сомневается Олег Ткачев. Ну ладно, посмотрим. Хотя да, предложение сделать специальные вагоны для курильщиков в хвосте поезда, они звучали в тот момент, когда рассматривали... В хвосте, в середине, просто как бы... В общем, вагон оборудовать, то есть нормальной комнатой, там два купе там сдвоить и продумать какие-то двери, чтобы не тянуло в коридор. Чтобы была такая вентиляция, да, хорошая, и изоляция этого всего. Ну или в конце вагона, потому что там по ходу следования поезда, собственно, все выдувает в другую. Сделать это, сделать даже если это платным, то как бы эта услуга будет востребована, и РЖД еще и денежку. Да, мне кажется, что РЖД может, конечно, еще и навариться на этом, что называется. Но тут уже вопрос, видимо, в какой-то, не знаю, позиции законодателя или, может, даже руководителей страны. Мы помним, да, что закон ведь принимался, по-моему, в бытность президентом Дмитрия Медведева он принимался, если я не ошибаюсь. То есть сейчас Дмитрий Медведев премьер-министр, и мы не знаем пока, какое мнение его по этому поводу. Продолжаем дальше. Есть у нас еще несколько минут, и еще одна важная федеральная тема, которая, опять же, касается, ну, в том числе и жителей регионов российских. Государственная Дума предлагает ввести административную ответственность за обучение за границей на курсах нежелательных некоммерческих организаций. Вот сейчас, когда я читаю вообще новости про НКО и нежелательное НКО, у меня есть ощущение, что мы возвращаемся опять в то время, которое некоторое время назад от которого отходили, да, когда НКО воспринималось как нечто ругательное. То есть некоммерческая организация равно сразу же какая-то там неправильная организация, какая-то странная организация точно там с какими-то учредителями мутными и прочее. То есть мы все пытались слушателям нашим объяснять о том, что НКО это хорошее вообще на самом деле ребята, да, и занимается огромным количеством полезных вещей. Вот. Но вся эта история с нежелательными НКО, организациями, признанными нежелательными в России, к сожалению большому, она вот не способствует, скажем так, положительному имиджу. Что предлагает руководитель комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств, комиссия Госдумы Василий Пискарев? Он предлагает ввести административную ответственность за обручение на зарубежных курсах НКО, деятельность которых признана нежелательной в России. Если я не ошибаюсь, таких НКО пока 19 у нас в списке, да. Это действительно там может быть некоммерческие организации с каким-то, ну не знаю, там, с участием зарубежных каких-то экспертов и людей. Вот. Но тем не менее. Вот. У нас есть административная уголовная ответственность. Есть события, которые происходят в России, говорит Пискарев. Вот. Но ответственность за обучение в этих центрах за границей не предусмотрена. Они перекочевали из России за границу. Курсы проходят в прибалтийских странах, в Финляндии и Чехии. А потом те, кто прошел обучение, приезжают сюда и начинают организовывать здесь протестные акции, пропагандировать наркотики. Собственно, последняя эта, конечно, фраза вызвала огромное количество комментариев в социальных сетях от лица людей, которые вот и на курсах, собственно говоря, бывали, да, и насчет развала там страны протестных акций и пропаганды наркотиков. Это что, Олег, это опять вот, не знаю, там какая-то очередная охота на ведьм? Ну, это законодательный зуд продолжается. А зачем? Людям необходимо показать там свою бурную деятельность. Они сочиняют законы, они пытаются доказать, что там страна в кольце врагов, что нужно этому сопротивляться. И при этом из пушки начинают палить по воробьям. На самом деле ситуация очень проста. Если в кодексе административных правонарушений это не прописано, то есть я не понимаю там, какое именно правонарушение будет звучать в кодексе административных правонарушений, как оно будет сформулировано. То есть что значит? Ездил на курсы нежелательной некоммерческой организации. Как доказать? А как доказать? То есть человек выехал за границу. Где он должен, в каком месте декларировать? Я поехал на курсы нежелательной организации. Какие будут предъявлены доказательства, что он действительно был на курсах именно этой организации? То есть какими свидетельские показания каких-то тайных агентов или что? Корреспондентов НТВ, например. Как узнают, как докажут, что это был именно этот семинар именно этой организации, а не просто какое-то общее мероприятие, где случайно попался эксперт из какой-то страны, который каким-то боком относится к этой организации, а еще к той, а еще к десяти разным другим. Как? Вы же встречались с человеком, который имеет какое-то отношение. К фонду Сороса, и поэтому вы были на курсах. Нет, я ездил на другой семинар, вот этот человек был там в качестве рядового участника. Нет, если он там был, значит, вы были... Значит, все. Я правильно понимаю, Олег. Вот эти споры, они начнутся в российских судах, а у российского суда не будет возможности доказать или опровергнуть сам факт участия человека в мероприятии конкретной организации, внесенной в реестр нежелательных организаций. То есть вот если этот, например, законопроект пройдет все-таки, там, первое, второе, третье чтение, и после этого будет использоваться, то он может использоваться как инструмент давления на неугодных. Конечно. И никому ничего доказать будет нереально? Ну, в нашей стране с каждым годом, с каждым месяцем, с каждым днем все сложнее и сложнее что-то доказать, используя какие-то правовые средства. То есть суд вполне считает, что черное – это белое, белое – это черное. То есть в этой ситуации многое будет зависеть от того, каким образом вообще этот человек действует, чем он занимается, насколько он там угоден или не угоден, насколько он там с точки зрения властей может быть там опасен, да, или как-то потенциально опасен, и дальше уже... С точки зрения правовой системы... Из этого будут исходить? Да, с точки зрения правовой системы сейчас все с интересом наблюдают за эпопеей, которая разворачивается между Рамблером и Энджинкс. Вот, то есть... Это история. Когда вдруг заводится уголовное дело на ровном месте, там и маски-шоу, обыски и прочее. И все, что угодно. И все, что угодно. Ну, если точно так же будут к участникам семинара, которые пришли где-то за границей, относиться, на всякий случай, ну, понятно. Никаких доказательств там не требуется. Все понятно. Олег Ткачев в нашей студии был, член общественной палаты Кировской области, руководитель Кировского центра поддержки НКО. Особое мнение на этом завершается. Мы с вами прощаемся. До свидания.